Итоги уходящего вторника Хотелось бы пожелать нашим мужчинам здоровья, стойкости, духа, быть верными Отечеству Братская поддержка Беларусь получила технологии для производства вакцины против коронавируса Когда начнется массовый выпуск российского препарата Жизнь без риска Нельзя прикасаться к оголенным проводам, руки чтобы были сухие, вода не должна попадать на них Акция «Единый день безопасности» уверенно шагает по стране Правила электробезопасности надо повторять и повторять и повторять О чем еще нужно помнить? А также умный город, рынок труда и осадки в виде снега На среду прогнозируется туман и гололед, ждать ли солнца Самым мужественным посвящается Сегодня страна отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил Для белорусов 23 февраля поистине народный праздник Это дань памяти людям, охранявшим и оберегающим мир и покой родной земли Попручане уже по традиции в этот праздник несут цветы к памятникам, мемориалам и братским могилам День защитников Отечества Праздник тех, кто служил и служит сейчас Несет боевое дежурство на земле, в небе и на пограничных рубежах Торжественные мероприятия в стране начинаются с возложения венков к мемориалам славы Бобруйск, 10.30 Памятник воинам-освободителям Тем временем на площади Победы выстраиваются расчеты военнослужащих Бобруйского гарнизона Рядом тоже строй, но гражданский Руководство города, депутатский корпус, общественные объединения и просто неравнодушные Алая звезда Дань памяти солдатам, освобождавшим наш город от немецко-фашистских захватчиков Венки и цветы к подножию памятника генерала Бахарова Именно его танк Т-34 29 июня 1944-го первым въехал в освобожденный Бобруйск Четкий второй шаг под марш музыкального оркестра Сегодняшние защитники Отечества отдают дань памяти своим героическим предкам На площади Победы сегодня многолюдно Здесь собрались люди разных возрастов, но искренне влюбленных в свою Беларусь Безусловно, главные слова поздравлений воинам всех поколений Самое главное, хотелось бы пожелать нашим мужчинам здоровья, стойкости духа, быть верными Отечеству Чтобы наши мужчины были самыми лучшими, чтобы они сохранили свою честь и с достоинством пронесли ее через свои года Ну и берегли нас женщин, уважали, любили и носили на руках С праздником, дорогие мужчины! У нас тоже и молодая гвардия подрастающая, очень хорошая, прекрасная По большей ответственности Любви к своим родным, близким Любви к своему Отечеству То есть к нашей прекрасной родной Беларуси Раз в 23 февраля праздник мужской, роль главных волшебниц принадлежит женщинам Поэтому ни один солдат, сержант-прапорщик и офицер Бобруйского гарнизона не остается без внимания и сладких подарков Бобруйская громашня перестает удивлять На заводе умеют делать не только прицепы и сейлки, но и вкусные торты Так защитников Отечества поздравляет БСЖ Со сладкими подарками женщины отправляются в турне по воинским частям Первый в списке 83-й инженерно-аэродромный полк От прекрасной половины человечества поздравления и песни От солдат улыбки и аплодисменты Мы от Беларусского союза женщин решили сегодня быть немножечко, может быть, ближе к ним Испекли пироги, торты С любовью, с искренностью Приехали к ним, поздравили Может быть, они сейчас не такие эмоционально, да, как вот кажется там на экране Но все равно я уверена, у них, как у любого человека, есть чувство радости Приятно, когда тебя помнят, приятно, когда тебе уделяют какое-то внимание Очень приятно чувствуется, что ты уже настоящий защитник Когда был на гражданке, не так это чувствовалось в праздник Не ожидали мы, это нас тут обрадовали так Все построились и приятно было слушать это Я уверен, что очень важно для каждого военнослужива срочной службы В праздник, в свой выходной день, когда приходят женщины Когда оказывается такое внимание Они вспоминают свой родной дом Вспоминают тех женщин, на которых на этот момент рядом нету с ними Ну и какая-то им попадает частичка от родного дома, наверное, с этими подарками Поэтому большое спасибо организаторам этой акции Следующей точкой маршрута становится 147-й зенитный ракетный полк Здесь поют песни не только артисты Солдаты быстро подхватывают, да более знакомый мотив Нет улыбок девичьих, вся улица светла Нам на самом деле очень приятно, когда нас как-то поздравляют, помнят нас, не забывают И ценят наш труд как-никак, потому что действительно защищать Родину это очень важно Для белорусов 23 февраля уже давно превратилось в массовом сознании в общенациональный мужской день У вечного огня на Минска есть десяток машин Автопробег в память героев, защищавших нашу страну от коричневой чумы Во главе колонны государственный флаг, символ независимой Белоруссии Я в 25 лет ходила на голосование вместе с отцом, со всей семьей И когда был вот этот референдум, я ходила первая, голосовала за этот флаг, за наш белорусский Потому что тогда тоже было много змогаров, как их сейчас называют Их тоже было много, и мы тоже переживали И когда мы победили, это была радость Поэтому вот для меня сейчас, вот точно, я почему участвую во всех автопробегах и за Единой Беларусь Потому что я считаю, я росла в этой Белоруссии И я за это боролась всю жизнь И почему я должна кому-то это все отдавать Старт дан, колонна начинает движение Минская, Октябрьская, Интернациональная К слову, на последний строй пополняют новые автолюбители Конечный пункт, войсковая часть 55-27 Нам важно, чтобы страна наша, ничего с ней не случилось Чтобы все было в порядке Мы хотим поздравить наших военнослужащих, наших срочников Мальчишек, которые стояли на защите в августе Мирного города нашего И которые будут дальше нас защищать Сегодня вооруженные силы Белоруссии Мобильная, оснащенная современными видами вооружения армия Способная защитить целостность и независимость государства Свой высокий профессионализм военные не раз показывали на учениях различного калибра Максим Кемель, Мария Береснеевич, Андрей Богдан, Максим Галенка Бобруйск, 360 Поздравления в адрес мужчин в этот день звучат отовсюду Вот что желает прекрасная половина человечества сильной Пусть наши мужчины будут здоровы и всегда будут мужественны Пусть всегда будут доблестны и честны Поздравляю всех мужчин с 23 февраля Желаю им счастья, здоровья Радуйте, любите, цените, уважайте своих женщин Долгих лет жизни, успехов, труде, денег побольше Ждаю, чтобы они остались всегда мужественными И нас защищали женщины, носили на руках Хочу поздравить своего брата Антона Он мне дал большую поддержку и мотивацию Всего самого хорошего, здоровья, чтобы были всегда внимательны к своим женщинам И добра, добра, добра Защита БелАЭС, северный город и проверка документов ГАИ проводит акцию техосмотр, что нужно знать, прежде чем сесть за руль Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре На севере Минска появится умный город На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения Детали проекта инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов обсудил с главой правительства Беларуси В стране уже создана и зарегистрирована компания, которая займется грандиозной стройкой Общая стоимость – несколько миллиардов евро Проект «Северный город» обеспечит работой более 70 тысяч человек Миссия МАГАТЭ оценит систему защиты белорусской атомной электростанции Визит международных экспертов в нашу страну запланирован на середину лета нынешнего года Специалисты ознакомятся с национальным режимом обеспечения физической безопасности ядерных установок БелАЭС Изучат систему защиты ядерного материала при транспортировке В центре внимания также информационная и компьютерная безопасность ГАИ проводят акцию техосмотр Сотрудники автоинспекции проверяют наличие необходимых документов у водителей легковых и грузовых транспортных средств При этом напоминают о том, что с 1 марта наличие техосмотра будут фиксировать камеры А после, в случае отсутствия допуска к движению, водителю будут приходить письма счастья Кроме того, в ряд изменений в раздел ответственности ПДД войдет также автоматическая фиксация проезда на красный сигнал светофора Увеличат и размер штрафа за пьяную езду В Беларуси на начало месяца зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад Это чуть более 8 тысяч человек Несмотря на то, что свободных рабочих мест по сравнению с прошлогодним показателем стало на 13% меньше Как отметили в Минтруда и соцзащиты в январе, при содействии службы занятости 5 тысяч человек трудоустроено на постоянную работу по госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» Туман, снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 февраля Днем преимущественно по восточной половине страны пройдут осадки Снег, мокрый снег, переходящий в дождь Температура воздуха ночью составит от нуля по западу до минус 14 градусов по востоку Беларуси Днем будет плюс 4-10 В Беларуси выздоровели и выписаны 270 тысяч 289 пациентов с COVID-19 Зафиксированы 280 тысяч 428 человек с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 4 миллиона 806 тысяч 777 исследований Такие данные приводит Минздрав Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19 Об этом в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин При этом белорусский лидер в свою очередь отметил, что благодаря поддержке со стороны России В нашей стране уже привито подавляющее большинство врачей И идет активная вакцинация педагогов и работников торговли Людей, подверженных наибольшему риску заражения после медиков Александр Лукашенко также отметил, что производство российской вакцины в Беларуси планируется начать уже в марте Иногда простое детское любопытство может стать причиной пожара Накануне в стране стартовала акция «Дин и день безопасности» На протяжении недели силы инспекторов всех служб направлены на пропаганду безопасных условий жизни На этот раз специалисты заглянули в Телушскую школу Безопасность в быту, на улице, на дорогах и поведение при пожарах Всем этим, казалось бы, элементарным вопросом и посвящена республиканская акция Однако цифры статистики говорят об обратном Знать правила одно, а вот соблюдать совершенно другое Закрепить навыки учащихся Бобруйского района приехали сотрудники ГАИ и Госэнергогазнадзора Место встречи – Телушская школа Как правило, дорожного движения, как правило, то, что касается безопасной жизнедеятельности То, что проводят лекции МЧС Точно так же правила электробезопасности надо повторять и повторять и повторять Не зря говорят, что повторение – мать учения Чем больше мы про этот момент освещаем, рассказываем Тем больше у любого человека, не только у ребенка, откладывается в голове Что какие-то элементарные Что вот видят там поврежденный шнур или штепсельную розетку И он уже знает, что это, что чем-то опасно, чревато Что в таком моменте надо сказать взрослому И ни в коем случае туда ничего не включать И такими приборами, которые имеют следы, к примеру, повреждения, не пользоваться Здесь мальчики и девочки стали участниками викторины Вопросы звучали разные, но всех объединила одна тема – безопасность Отправил пользование электроприборами до ПДД К слову, как вести себя в различного рода ЧП дети знают Но повторение – мать учения Если ты втыкнешь в неисправную розетку шнур от утюга, от пылесоса То все может загореться и задымиться Какие ты знаешь номера службы спасения, экстренной службы? 101 – пожарные, 102 – милиция, 103 – скорая, 104 – газовая служба Нельзя прикасаться к оголенным проводам, руки, чтобы были сухие Вода не должна попадать на них И в случае возгорания нельзя тушить водой Нельзя ходить по тонкому льду Оставаться одними, безврослым, допустим, в лесу, около водоемов Акция «Единый день безопасности» продлится до 1 марта Все это время инспекторы всех служб будут проводить встречи с белорусами Это профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений А также обучение поведению в условиях ЧАЭС, аварии и оказанию первой медицинской помощи Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова